Возгорание, сильное задымление здания и человек в комнате – такова легенда пожарных учений, которые прошли в одном из общежитий в ГУЭС. Про учебную тренировку студенты не знали, поэтому сигнал пожарной тревоги для ребят стал полнейшей неожиданностью. Однако здание они покинули за три минуты быстро и организованно через пожарные выходы. Выходы у нас на легко сбрасываемых замках. То есть как должно быть? Однако по легенде учений в задымленном здании в одной из комнат на третьем этаже осталась девушка. Роль жертвы исполнила одна из студенток. Из-за дымления изобразили почти как настоящее. Пожарные бросили в здание дымовую шашку. Подобные ученики, конечно, помогают. В первую очередь помогает инструктаж, когда люди все-таки инструктируют, как им вести себя в подобных ситуациях. В том числе и показывают, какие выходы будут открыты в случае возникновения подобных ситуаций. И в будущем, я думаю, все-таки подобные мероприятия являются полезными. Подобные учения в ОВГОЭС проводятся дважды в год, весной и осенью. Поэтому, считают в университете, ребята готовы к возникновению нештатных ситуаций. В этой противопожарной тренировке приняли участие 82 студента. Подготовка наших зданий, то есть у нас стопроцентная подготовка. Самое главное, это у нас работа пожарной сигнализации. Здание оборудовано пожарной сигнализацией. У нас в рабочем состоянии внутренний пожарный водопровод. То есть, оснащение у нас полное по пожарной безопасности. Также в ходе учений проверили работоспособность гидрантов, пожарные щиты и аварийную подсветку планов эвакуации. Пожарные также напомнили студентам, что в случае возникновения реального возгорания, главное действовать быстро и не паниковать. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.